Всем привет, мои хорошие! С вами Кеймери. И сегодня я снимаю для вас сладкий мукпанк с вот такой вот красотой. Я была просто в восторге, когда увидела вот эту прелесть. Эта штука от Giftboxes, эти сладости. И мне еще сюда положили вот такую вот записочку, которую я вам показала в Инстаграме. Здесь написано, сделано с любовью. Все розовое, как ты любишь, с любовью к Giftboxes. Ссылочку я оставлю для вас внизу. Если вы тоже захотите заказать, у них очень хорошие цены. Очень качественно, как вы видите, уже второй раз я снимаю видео именно с их продукцией. Так что я вам советую и давайте начнем. Здесь розовые киткады, которые я никогда в жизни, кстати, не видела. Надо еще выяснить, как эта конструкция снимается. Так, здесь бантик. Вот такой вот. Один я оторвала. О! О, как механизм работает. Открываем. Ой, молочный шоколад. Посмотрите, какая красота. Он розовый. Киткад розовый. Когда-нибудь видели такое? Как пахнет. Пахнет малиной. Надо посмотреть, с чем это. Честно, я в первый раз такое вижу. И реально очень круто. О, здесь розовый вообще. Как же вкусно. Я считаю, чем дарить 101 розу, лучше подарить какой-то вот такой вот сладкий букет. Розы просто завянут, и все забудут про них. А так хотя бы съел. Хотя бы вон игрушка осталась. Прикольно же. Сегодня я буду отвечать на максимальное количество вопросов. Давайте приступим. Сладкое я прям много есть не могу. Поэтому извините. Когда будет новое видео с мамой? Еще не скоро. Она не хочет. Умеешь ли ты готовить? Я, кстати, хочу для нашего кулинарного канала с мамой сама снимать видосы. Как вам такая идея? Пишите обязательно в комментариях. Я подумала, мамы не будет где-то неделю точно. А может быть даже две недели. Я думаю, может быть то, что я умею. То, что я люблю готовить в повседневной жизни. Может снимать это для вас. Как вы думаете, пишите. Я просто посчитала стоимость этого всего. И цену, которую они поставили. Реально самому делать вот такую вот красоту даже невыгодно. Легче у них заказать и все. Вам доставят целости, сохранности и все. Возьмем вот такое вот сердечко. Надеюсь, что здесь тоже молочный шоколад. Нет, здесь не молочный. Обожаю шоколад. Например, мы когда идем на дне рождения, я вижу очень сладкий такой притерный торт. Крем такой прям жирный. Прям ужас. Такие торты я не люблю для торта. В общем, я люблю этот торт в меру сладкий. Особенно я люблю чизкейки. Конфеточка классная. Давайте. Еще один. Ой. Интересно, а что здесь? Как мне аккуратно все это приклеили. Здесь вот такая вот дырочка. Да. Здесь какая-то дырочка. Интересно, а что внутри? Мне это очень круто сделали, конечно. Открываем. Сегодня я утром встала и смотрю, что в дайректе мне столько девчонок кинуло. Наше видео с пати опубликовано в группе, где 6 миллионов подписчиков. И они нас еще и отметили. Прикиньте. Многие мне начали писать. О, вы купили у них рекламу? Я говорю, господи упаси, какую у них рекламу купить? Вы знаете, сколько стоит у них реклама? Это мне все свои вещи надо продать и трусы тоже, чтобы у них рекламу купить. Когда у даже групп там, вы видите, там миллион подписчиков. Тем более 6 миллионов. У них реклама стоит баснословных денег. Я даже не спрашивала, но я уже знаю. Так что, конечно, мы не покупали. Они сначала нас не отметили. Там написали, что типа авторов не знаем. Кто знает, напишите нам. И мы отметим. Тут в комментариях там начали писать нас наши подписчики. Ура-ура! Пока что для меня это в диковинку, если честно. Для меня это что-то новое. Когда какая-то группа выкладывает мое видео из тиктока или какой-то блогер. Вы знаете, меня прям гордость начинает распирать. Хотя там в комментариях все просто нас обсирали. Но просто я считаю, что это нормально. Потому что не все люди понимают, что такое мукпанк. Не всем людям это интересно. Почитала немного комментарий. Там одна девочка написала, что как аппетитно они едят. И там 50 лайков было. Я такая хотела написать, иди к нам в команду, наш человек. Все мы люди разные. Кто-то не понимает мукпанки. Мы с вами понимаем, например. Кто-то считает, что Моргенштерн это не музыка. Кто-то считает, что Валерия это музыка. Например, Киркоров музыка. А Моргенштерн это не музыка. Поэтому все мы разные. И нужно с уважением относиться к мнению каждого человека. Поэтому меня даже не задели эти комментарии. Я вижу, как это можно смотреть. Как они чавкают. Ужас. Вот так вот, короче. Ну, группа такая, знаете, солидная. Следующий вопрос. Что бы ты выбрала, Инстаграм или Ютуб? У меня в последнее время Инстаграм очень хорошо развивается. И я выложила вчера фотографию. И там мне написали в комментариях, что Айка, вот раньше я тебя хайла, да, типа. А сейчас мне реально нравится, что ты развиваешь свой Инстаграм. Фотографии становятся лучше. Мне реально было безумно приятно, что вы видите, что я стараюсь реально. И мне, честно, очень нравится Инстаграм и ТикТок. Но для меня Ютуб это вообще другое. Ютуб это другой уровень для меня. Ютуб для меня выше, чем ТикТок. Кто бы не обижался выше, чем Инстаграм. Потому что в Инстаграме легко набрать аудиторию. А в Ютубе очень сложно. Чтобы в Ютубе каждый день выкладывать видео, например, да, нужно минимум потратить 3-4 часа. Это сначала снять, потом смонтировать, потом выложить. В общем, не сравнится, сколько я сил вкладываю в Ютуб, сколько вкладываю в Инстаграм. Вообще не сравнится. Ну, Инстаграм намного быстрее развивается. То есть ты просто снимаешь свою жизнь, просто снимаешь какие-то истории. Там, встал около ели, сфотографировался, выложил. То есть это проще. Реально раскрутиться проще именно в Инстаграме. И денег больше в Инстаграме. Если вы чисто из-за заработка хотите, то лучше развивать свой Инстаграм. А еще проще начать развивать свой ТикТок, чтобы оттуда переходили к вам в Инстаграм. Твоя идея. Я думаю, что самое главное что-то делать, какой-то движ. Не стоять на месте. Ребят, я уже наелась. Я съела 2 китката и 2 конфеты. И прям наелась. Я знала, что я все это не смогу съесть, потому что это нереально. Там какую-то шаурму, не знаю, пиццу. Можно съесть много. А вот что касается сладостей, я не понимаю людей, которые прям вообще так много сладкого кушают за раз. Да и заставлять себя я тоже не хочу. И вообще я слышала, что это вредно. Когда ты заставляешь себя кушать много сладкого, у тебя потом могут быть проблемы с сахаром в крови. Поэтому давайте не будем экспериментировать. Но презент мне очень понравился. Переходите по ссылке внизу. Заказывайте вы тоже. На этом все. Всем желаю удачного дня. Приятного аппетита. С вами Блайка Эмили. Всем пока.